Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео! Это быстрое, незапланированное видео, потому что я увидел очень много паники в комментариях в Твиттере, поэтому решил включиться в эфир. Trust Wallet токен летит в бездну! Binance Coin, кстати говоря, тоже падает. Что же происходит? Почему токены Binance летят в тартарары прямо сейчас? Объясняю на пальцах. Итак, The Block, ссылаясь на Reuters, сообщает следующее. Министерство юстиции США и прокуратура США взвешивают обвинения Binance и ее руководителей. Однако мнение прокуроров на этот счет разделилось, но как минимум Binance и некоторые руководители Binance уже находятся под пристальным вниманием из-за возможного отмывания денег, а также преступного нарушения санкций, в том числе и против России. Согласно отчету Reuters, под удар американских прокуроров попадает и генеральный директор Binance CZ. Binance за последние месяцы провел несколько встреч с должностными лицами Минюст США, на которых утверждал, что уголовное преследование биржи может оказать давление на и так уже пострадавший криптовалютный рынок. При этом три источника сообщили о том, что на встречах также обсуждались потенциальные сделки о признании вины некоторых лиц Binance. Правда, сейчас Binance уже все опровергает. VU Blockchain пишет, что расследование началось в 2018 году, а обвинение включает в себя нелицензированные денежные транзакции, сговор с целью отмывания денег и уголовное нарушение действующего санкционного режима. Окончательных решений при этом принято пока еще не было. А в США могут либо предъявить обвинение Binance, либо договориться с ними закрыть дело, не предпринимая никаких действий. И хотя ничего страшного не произошло, Binance Coin уже летит вниз. Trust Wallet Token тоже. Trust Wallet Token вовсе обрушился вертикальной стрелой вниз. Вообще, ситуация с Trust Wallet Token напоминает ту, когда приложение этого кошелька удаляли из Apple Store. Это произошло в марте 2021, и тогда токен тоже резко обвалился. Я лично думаю, что это всего лишь манипуляции, так как, во-первых, вокруг Binance и так уже много паники в последнее время, и особенно много каких-то панических предположений и новостей. Во-вторых, память о коллапсе FTX еще свежа, и люди просто психологически боятся повторения только уже с Binance. В-третьих, что самое главное, этот процесс против Binance тянется уже с 2018 года, то есть уже 4 года, и ничего, никто и вуз особо не дул до сегодня. И, наконец, последнее. О том, что прокуроры США готовятся что-то сделать с Binance, сообщил именно Reuters в своем отчете вот здесь. Но я хочу, чтобы ты, прежде чем делать выводы, увидел следующую историю. Очень показательную историю, о которой мало кто знает. Итак, это было 25 мая 2022 года. Блогер с аудиторией почти 400 тысяч человек пишет. Ты же понимаешь, что это делает тебя лжецом, Reuters. Ты это осознаешь? Интересно, не так ли? Давай изучим эту историю немного глубже. На сайте Reuters мы находим статью под названием «Факт-чекеры». Всемирный экономический форум не имеет собственных полицейских сил. Пользователи социальных сетей, пишет Reuters, ошибочно утверждают, что у Всемирного экономического форума есть своя полиция, после того, как в Давосе случайно заметили полицию с нашивками Всемирный экономический форум. Соответственно, вот так эти нашивки выглядели. И в итоге Reuters после всего этого отчета пишет свой вердикт. У Всемирного экономического форума нет собственных полицейских сил. Но на самом деле полиция есть. На самом деле она была. Это оказалось ложью от Reuters, и тогда в Твиттере это было сенсацией. Посмотри на их топовые новости, которые разгоняют панику. Все они выходят одновременно и на всех их ресурсах. Многие из которых даже не связаны с Южной Кореей. Посмотри на это и сделай выводы. Так что не подавайся панике. Я думаю, Trust Wallet Token восстановится, и с Binance пока что будет все в порядке. Но если ты не доверяешь Binance, как и я, кстати говоря, не доверяю биржам, если речь идет о хранении криптовалюты, лучше используй какие-то холодные кошельки. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok